РОССИЯ Здравствуйте, в эфире площадь Нахимова, программа о людях и для людей. Меня зовут Макия Русинов. Мы уже не раз касались в наших программах темы русской мечты, русской идеи, которая станет базовой в строительстве русской идеологии. Но идеи для многих мало. Пока за идеей не появится что-то осязаемое, реальное, поверить в идею, а тем более мечту, крайне сложно. Дмитрий Выдрин, философски сжимая русскую цивилизацию до двух слов, вывел, что она стоит на двух основах – коллективизме и творчестве. И совершенно неожиданно в его речи, в качестве практической иллюстрации русского духа, появилось слово «хоккей». Мы говорили с вами много на эту тему и пришли к выводу, что если сжимать-жимать их цивилизацию, то на пределе сжатия остается только два слова. Индивидуализм и потребление. А если сжимать нашу цивилизацию, то в идеале останутся тоже два слова – это коллективизм и творчество. Так вот, «хоккей» для меня на этом уровне – это про базовые, ключевые два слова нашей цивилизации. Это про коллективизм и про творчество. Когда-то Гегель, один из моих любимых философов, говорил, что архитектура – это застывшая музыка. Раз мы говорим с вами о хоккее, а для меня хоккей – это ожившая русская душа. Или русская душа в движении. На мой взгляд, я сам, признаюсь, не играю в хоккей и даже не фанатик хоккея, хотя первенство, знаковое первенство. Я еще со студенческого общежития привык смотреть в общем зале, в телевизоре, болеть, хлопать, аплодировать. Я еще помню «Красную машину», которая громила своих соратников, запутываясь, соперников. Тогда не было слова «враги», тогда были слова «оппоненты», соперники, которые потом превратились вдруг на глазах во врагов. Так вот, она громила их за счет того, что она уже тогда интуитивно калькировала, воплощала в себе дух русской цивилизации. В широком смысле слова. В русскую цивилизацию входит там, как там поэт говорил, и друг степей калмык, и бравый чечен, и замечательный музыкальный дак. Так вот, хоккей – это… Есть какая-то присказка, анекдот, я уже не помню, когда говорят «налей мне столько, чтобы моя душа развернулась и свернулась». Так вот, хоккей – это русский хоккей, и вообще хоккей – это разворачивание русской души, разворачивание в скорости, разворачивание в мужестве, разворачивание в коллективном умении подыграть своему другу, другому нападающему, у которого более выгодная ситуация, где ты работаешь не на конкуренцию, за бонусы, которые платят, наверное, за забитые шайбы, за что-то еще, а ты борешься за победу, потому что в конечном счете русский человек получает главный экстаз не от плюшек, наград, медалей, конвертов, а он получает от экстаза творчество. Хоккей – это творчество на льду, творение победы. Это вот маленькое, компактое, по времени, по пространству творение победы. Поэтому для меня любая хоккейная игра, русская хоккейная игра, это, с моей точки зрения, воплощение всех лучших черт русского характера. Поэтому, когда я с кем-то спорю о хоккее, я говорю, хоккей – это не про спорт. Хоккей – это про философию, про мировоззрение, про наш русский мир. Вот этим для меня ценен хоккей. И в доказательство этой неожиданной связи русской цивилизации, русской философии и русского подхода к хоккею можно привести слова легендарных советских хоккеистов, участников той самой красной машины. Как правило, в то время все пришли в хоккей, из русского хоккея. Хоккей-шайбы был, да, из русского хоккея все пришли. И, конечно, там катание было отличное, такой низкой посадочке, на раскатистке. И пришли к выводу, что надо советский, свой стиль игры. Это, ну, во-первых, коллективное, коллективизм был, чтобы партнер играл на партнер. И свое высокое мастерство, каждый индивидуально был сильный игрок, и свое высокое мастерство индивидуально подчиняли только команде. Ну, я бы сказал, русский стиль – это все-таки игровое мышление. Ведь если посмотреть, первые матчи, которые проводились между нами и канадцами, это сугубо, может быть, индивидуальная канадская игра на пролом, «Бей, беги, бросай». Мы за счет, конечно, коллективной игры, паса, и, как можно сказать, с хитринкой, с изюминкой, вот, завоевывали свое место под солнцем в мировом хоккее. Я думаю, что... Но самое главное, что канадцы-то вообще восприняли этот наш стиль, и многое переняли, может быть, даже модернизировали, и все-таки, да, у них появилось тоже интересное продолжение. Русский стиль, ну, это, наверное, наверное, он пришел, как бы сказать, из русского хоккея, когда было больше поля и больше импровизации. Поэтому и получалось так, что где-то русский стиль, наверное, заключался в том, что когда раньше, вот уже в прежние годы, когда уже перешли на какую-то системную игру, где-то какие-то тактические, где-то что-то, а русские, они отличались тем, что были разные команды, и разный был стил. Ну, условно, у Николая Семенович Эпштейна, в Воскресенске был один стиль, у Карпа в «Спартаке» другой, у Тарасова третий, у Чернышева четвертый. Стремление к победе, стремление, я бы даже сказал, стремление к творчеству, потому что, если вот вспомнить всех хоккеистов, ну, по крайней мере, как я вспоминаю, старших хоккеистов, там, от Боброва и так далее, там, и можно про любого много рассказывать, там, как Борис Майоров играл, как Старшинов, как Бобров, как другие, но и другое поколение тоже. Где-то, наверное, вот это и было как раз, вот, творчество. Определенная витеватость была. Витеватость – это умение владеть коньком, шайбой, обыгрывать людей на короткой дистанции, умение убежать, тормозить, чувствовать дистанцию партнера и соперника. Это был как раз и русским хоккеем. У нас не было прямолинейных решений. Пример можно сейчас сказать. Придя из НХЛ, Лорионов сохранил вот этот русский стиль. Умение дорожить шайбой. А коль ты дорожишь шайбой, ты дорожишь и пространством. Ты дорожишь движением, манипуляцией, перехода из атаки в оборону, то есть встречный пас. Кто сбрасывает встречный пас, последующий идет продольный пас, который выводит человека. Как Тарасов говорил, зовущий пас. Назовущий пас. То есть на свободное место. Сколько себя помню, маленьким, ясно, что телевизора не было. Но потом он появился. И все, что было связано, это, конечно, с теми матчами, когда начинался суперсерий, наверное, я застал еще, по-моему, плюс-минус. Поэтому у меня всегда было Михайлов, Петров, Харламов, потом Макаров, Лорионов, Крутов, дальше наше поколение, Федоров, Могильный Буре, все вот это. И другие ребята, конечно, другие ребята, просто как бы вот это вот, династия вот эта друг с другом. И поэтому у меня всегда русский хоккей, ясно, что всегда связано Россия и Канада. Поэтому если канадцы, мы всегда дрались, бились, кидались, швырялись. Даже в школе, когда приходил в школу, всегда у нас было, кто за канадцев, раз в половину за канадцев, кто за русских, и мы вот начинали. Поэтому наш хоккей всегда был, это импровизация, вот эта вот хитрость такая, красота, где-то как-то обмануть, обыграть, а канадцев всегда вот у нас, например, в школе было так, что кто ребята покрупнее, такие поздоровее, покрупнее, и даже, можно сказать, не по координировании, они всегда за канадцев играли. Потому что они понимают, что если я его обыграю, в один-в-один, или там разыграю как-то комбинацию, он все не поймет, он будет врезаться в меня, бить там это туда-сюда. Вот так, поэтому, конечно, русский хоккей всегда вот ознаменовал с тем, что за счет вот этой вот спортивной хитрости, да, поэтому и было таких хоккеистов. Хотя мы не говорим, что в Канаде таких не было, да, в Канаде они были, есть и будут тоже, да, у них тоже есть свои мастера. Но вот у нас такая ассоциация, такое вот, это слово творчество можно применить, конечно. Хотя и там тоже есть творчество, везде, любой вид спорта, тем более коллективно, без творчества невозможен. Невозможен. Не можешь выигрывать на одной силе, на одной силе, на одной физподготовке, хотя это точно, тоже очень важно, да, очень важно. Ну вот, такой симбиоз вот этого, вот он приводит к тому, о, голова, все равно, как бы сказать, голова должна работать. Конечно, творчество, а почему, может быть, не заставляешь все время думать, постоянно думать, думать, сыграть неординарно, риск должен быть, особенно нападающий, при обводке там, обязательно с финтами, даже от Владимира Тарасова, это он, я имею в виду, как в ЦСКА, я даже был воспитанник ЦСКА, он все время нас, постоянно заставлял думать, во-первых, и как-то я в одной игре ошибся, вот, ну, я сам, я ошибся, он говорит, понял, я говорю, понял, Александр Ильич, завтра придешь с новым упражнением, вот для этого момента, чтобы я упражнение придумал, ну, всю ночь, а им уже нельзя прийти, просто, там, с каким-то, там, отдать пас, и все, а надо что-то такое сотворить, там, как я говорил, в прыжках и кульбитах, там, пять шайб, там, надо их отдать, одному нападающему, второму, третьему, там, при подборе шайбы, там, типа такого, всю ночь думал, что вот, ну, как, короче, прошло. Ну, русский стиль, я думаю, так, что, в общем-то, у нас в свое время, когда вот хоккей зарождался, канадский, у нас в стране и канадцы, в общем-то, канадский хоккей, он подубивался, видимо, в профессиональном виде спорта, более индивидуальный, более личный, более индивидуальный, больше бросать, меньше играть в пас, у нас русский хоккей, он предпочитал, скажем, коллективные действия, вот именно коллективные действия, игра в пас, вот даже у нас было, скажем, почетнее отдать пас голевой в пустые ворота, чем, скажем, забить самому, канадцы наоборот, была очень большая инициатива на себя, самому бросить, самому забить, самому добить, вот такой были прямолинейный, каждый игрок играл на своей позиции, вот, а у нас в советском хоккее, или в советское время, да, российский хоккей, или русский хоккей, да, он предпочитал там сменным мест, у нас не было как такового определения, ты левый крайний или правый крайний, мы менялись местами, были скрестные движения, было очень много комбинационной игры, много было пасовой игры, поэтому в этот момент, у нас всегда столкнулся, комбинационная игра, и плюс индивидуальная игра канадского хоккея, и наша комбинационная игра, вот это был момент, и получил такое название, что у нас русский хоккей, советский хоккей, который более командный, более коллективный, более пасовый, и, скажем, нестандартный прямолинейный. Вот эта фантазия, которая позволяет хоккей с мячом, она присуща русскому человеку. Поэтому русский хоккей, а мы его стали гордо величать, хоккей с мячом русским, в пику канадскому. Потому что когда появился хоккей с шайбой, он назывался сначала канадский. Дело в том, что у нас не было даже в словаре перевода слова пак, шайба. Это мы ее назвали шайбой. А вообще был пак и пак. И сначала говорили пак и по-русски тоже, и сами хоккеисты. Но притащили на хоккей Клима Ворошилова. Он тогда был в политбюро и курировал в какой-то степени спорт. Он посмотрел, ему дали шайбу подержать. Он говорит, ну какой это пак? Ну это шайба. И все. Он же был когда-то этим самым, работал в паровозном депо. Вот и токарем. Ну и шайба, и все. Так и пошло шайба. Поэтому русский хоккей – это хоккей фантазии, хоккей импровизации, хоккей выносливости. Назвать его национальным видом спорта можно назвать, потому что он очень популярен, его любят, им гордятся. И он, так сказать, занимает в умах, сердцах достойное место. Поэтому это, так сказать, достояние нации. А то, что национальный вид спорта, там, ведь трактовки разные. Одни говорят, ой, мы его придумали. Ну, придумали. Но так анекдоты рождаются, что Россия – родина слонов. Ну, мамонты у нас были, а слонов не было. Командный стиль игры – это одно. А ты стал человеком команды, и ты уже можешь быть и хорошим школьником, и можешь быть хорошим студентом. А дальше ты можешь быть руководителем конструкторского бюро, потому что ты знаешь, что такое команда. Вы вместе, вы объединены. Вот это даёт хоккей. Вот в раздевалке хоккеисты, так сказать, высокого уровня никогда не повышают голос на другого, и не шпыняют и прочее. Они договариваются. И вот это вот начинается, вот этот процесс такой сплачивания команды, коллектива. Вот когда коллектив объединён, вот тогда всё, так сказать, получается. А когда каждый за себя, ну, может, на какой-то уровень вы выйдете, а дальше-то не получится. Потому что те, кто объединены, вас побьют. Вот, понимаете, это ещё и у Маяковского в каких-то стихах, что, так сказать, один даже самый сильный не может. Вот, ну, и все знают, что коллективные действия, они всегда потенциально более содержательные. В первую очередь, наверное, это всё-таки командная игра, коллективная, коллективная игра. Это, наверное, самое важное. Индивидуальные все вот эти вот достижения, они уходят на второй план, когда есть командная победа. Это меня всю жизнь так воспитывали. И я сейчас, знаете как, я сейчас пытаюсь в команде прививать то же самое, что мы, только команда, выигрывает. А на втором плане уже это индивидуальные достижения. Да, это хорошо, здорово, когда у тебя есть в команде лучший бомбардет, да. Это здорово, когда у тебя есть в команде лучший ассистент. Но это здорово, когда вот это всё воедино, да, и выливается в общий результат команды. Второй момент, русский стиль, если это быстрые атаки, скоростные атаки, это давление на каждом участке поля, да, победа в каждом микроэпизоде на поле, да. И самое главное, что, наверное, всё-таки вот этот вот выход из зоны комфорта. Наверное, всё-таки так. Если сравнивать, вот, допустим, западные школы, да, вот скандинавские школы, Швецию, Финляндию, да, русские, они другие, да, русские, они по характеру другие. И мы это всё пытаемся воплотить на поле. Вот это, то творчество русского характера, пытаемся его воплотить на поле. Поэтому русский стиль, он абсолютно другой, отличающийся от западных школ, да, которые они пропагандируют. Поэтому мы русские, и этим всё сказано. Особо интересен герой, говорящий последним. Евгений Иванушкин. Легенда хоккея с мячом. Восьмикратный чемпион мира. Главный тренер московского «Динамо». Человек, буквально вросший в Россию. На днях Владимир Путин обратил внимание на проблему, которую в свете последних мировых событий выглядит особо ярко. Вам вместе со специалистами из Минспорта надо, я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делать с этими с дельцами от хоккея, которые ребятишек ещё со спортивной школы отбирают и тащат там за границу. Ясно, что у нас свободная страна. Ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес. Причём бизнес не всегда отрегулированный, так скажем, и не всегда благородный. Владимир Владимирович прав. Между строк его призыва разобраться с дельцами от хоккея можно было бы прочесть простую аналогию. Сложно было бы представить советских хоккеистов, в 42-м году уезжающих играть в Германию за немецкие хоккейные команды. Сегодня с нашей страной гибридную войну ведёт весь коллективный Запад, управляемый США. Но почему-то наши талантливые хоккеисты продолжают уезжать, продолжают драфтоваться американскими клубами из НХЛ. Я не смог не спросить об этом Евгения Иванушкина, ставшего лучшим в мире под флагом родной страны. С Полтапом мы когда общались на фуршете, вы-то все разбежались, уехали, потому что семейные. А Полтап с мамой был, ему можно было. Я видел, да? Да, да. Вот, и я говорю, скажи, пожалуйста, вот вы когда... он задрафтован Бафом. Два года у него контракт с ССК, и я говорю, скажи, пожалуйста, вот, ну, вы когда уезжаете туда, понятно же, как народ реагирует. Я говорю, а как из твоих глаз? Он говорит, ну, для кого-то это возможность, ну, это, конечно, высшая, как-то, для нас ступень всего. И вот получилось так, что Америка за это огромное бабло всосала в себя лучше. Вот. Но вы-то не уехали. Я уверен, что и шведы могли и, может быть, хотели перекупить и так далее. Вот вопрос от Алины Хьюрины. Почему не уехали? Вот есть хоккеисты, которые не уезжают. Почему так? Ну, скажу так, я скажу... Скажу прямо, не буду ничего скрывать. Мне не нравится скандинавский стиль игры. На той позиции, на которой я играю, центрального нападающего, я считаю, что я бы не смог достичь того, что я достиг здесь, в России. Я не мой менталитет. Я бы не смог ни жить там, ни играть там, ни просто существовать. Потому что я русский. И у меня характер другой. И я это испытываю и на поле, и в жизни. Я бы не смог, на самом деле. Я бы, ну, не воплотил то, что я могу воплотить здесь, в России. Ну, скажу так, что меня тренировал, я тренировался под руководством скандинавского тренера, да? Но это абсолютно не мое. Опять же, возвращаясь к характеру, к русской душе, я бы не смог, честно. Ни за какие деньги не уехал бы никогда. Не все понимают, точнее, очень далеко не все понимают, что сейчас идет ни военная операция, ни военное столкновение на какой-то большой, но локальной территории. Сейчас идет космическое, я не найду слова, наверное, глобальное космическое столкновение двух миров, двух цивилизаций. Их по-разному называют. Условно говоря, западная цивилизация, цивилизация западного мира, цивилизация западных ценностей и цивилизация русского мира. Мне было очень ценно, очень приятно, когда президент сказал, что Россия – это не страна, это цивилизация. Когда мы смотрим на себя не как страну, а как цивилизацию, мы мир видим по-другому. Если мы страна, то нас можно обвинить в каких-то агрессивных качествах, на кого-то напали, что-то пытаемся, как говорит молодежь на своем сленге, отжать. А если мы страна, а если мы цивилизация, то на нас напали, поскольку хотят, опять-таки выражаясь этим сленгом, отжать наши ценности, даже не отжать, уничтожить наши ценности. Растереть их в пыль, в порошок, выбросить за пределы разумного мира. Поэтому, если мы цивилизация, то нам надо осознать себя как цивилизация абсолютно через все инструменты, которые у нас под руками. Это культура, это искусство, это литература, это наука, это экономика, это политика, это геополитика, это спорт. Это спорт. Поэтому для меня, как человека, который пытается мыслить вот этими категориями, спорт это не только про то, как накачать мышцы, как закалить характер, как ребенка перепрограммировать с банки пива на шайбу или на мяч. Это немножко про другое, про более значимое и про более знаковое. Это про то, как осознать себя человеком именно вот этой части мира, именно этой цивилизации. Цивилизации. Русской. В сложные времена все становится проще и контрастнее. Хоть времена эти не выбирают, но изо всех сил учатся в них жить люди, берущие ответственность за свою собственную жизнь. Спорт это не просто бизнес, как многие привыкли, спорт фактически государственная служба. Войдя однажды в спорт высших достижений под флагом своей родины, человек принял присягу. А тех, кто присяги изменяет, в обществе считают предателем. Это справедливо для игры в казаки-разбойники во дворе и для игры в профессиональный хоккей в стране, в которой ты стал профессиональным спортсменом и почувствовал вкус победы. А вкус русской победы не сравним с победами под другими флагами. Мы, кажется, начали забывать, что наш народ – народ-победитель. И, как сказал Дмитрий Выдарин, может любить по-французски это и интересно, но побеждать можно только по-русски. С вами был Макей Русинов. До встречи на площади Нахимова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok